Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Переложили основание и окрасили ограждение. В Сургуте завершается ремонт моста, что ведет в парк Засайма и со стороны набережной Ивана Кайдалова. Перед подрядчиком стояла задача преобразить объект, демонтировать прежнюю тротуарную плитку, убрать старый грунт и основание, обновить покрытие парапета и столбов уличного освещения. Реновацию объекта выполнили в июне, а сейчас исполнитель устраняет недочеты, которые выявили специалисты лесопаркового хозяйства в ходе приемки работ. На этом у строителей есть время до 25 июля. Было произведено новое уплотнение и новая тротуарная плитка была уложена. Замечания, которые выявило учреждение, это как раз нам погодные условия помогли в этом случае. Прошел дождь и образовались лужи, то есть вода стояла на мосту. Соответственно, подрядчик просто плохо сделал разуклонку, в связи с чем вода оставалась на мосту. После этого он взял новую перекладку и теперь уже замечания по лужам устранены. Сейчас нареканий нет. Сейчас он просто окрашивание парапетов производит, завершает эти работы и в принципе все. Пешеходный мост в народе называют зеленым из-за аналогичного цвета уличных фонарей вдоль него. Сооружение было в эксплуатации свыше 20 лет, с 2003 года. После капитального ремонта внешний вид конструкции принципиально не изменился. Основание повторяет тротуарную плитку, из которой выполнена дорожно-трофиночная сеть в рекреационной зоне. В Югре отмечен рост цен на бензин. Это эхо общероссийского тренда. 95-е топливо на бирже с начала года подорожало более чем на две трети. 92-й вид горючего за то же время прибавил 35%. Летом спрос традиционно повышается, разгоняет стоимость сезоны отпусков и сельскохозяйственных работ. В Сургуте на многих заправках цена 92-го бензина уже перевалила за 50 рублей, хотя на некоторых ЭЗС еще можно найти топливо по старым прайсам, вероятно, из предыдущих поставок. По данным регионального аналитического центра Югры, в Сургуте с начала лета наиболее популярный вид топлива АИ-92 подорожал чуть больше, чем на полтора рубля. 95-й бензин прибавил почти два и в среднем стоит 55 рублей 30 копеек. Дизельное топливо в стоимости не изменилось, а сжиженный газ подешевел на 60 копеек. Количество ЧП исчисляется сотнями. В Югре состоялось заседание оперативного штаба под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука. На повестке лесопожарная обстановка и принимаемые меры по тушению действующих очагов. Отмечу, что всего с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 307 природных возгораний на площади 8890 гектаров. Оперативность тушения в первые сутки составляет 80%. Как отмечают специалисты, примерно в четверти случаев причинами возгораний являются действия людей. И соблюдение правил пожарной безопасности зачастую приводит к печальным последствиям. 27% всех возгораний были по вине человека. Несоблюдение правил пожарной безопасности. Изначально у нас регистрировали случаи на территории Сургутского, Атамасийского районов. После возникновения грозовых разрядов в западной части автономного округа пожары возникали на территории Советского, Октябрьского и Березовского районов. В Советском районе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с запретом посещения лесов. В понедельник этот режим был снят. Июль традиционно считается пиком пожароопасного сезона. Этому способствует грозовая активность и дефицит осадков. Так, с начала месяца уже ликвидировано 188 лесных пожаров, что составляет 76% от общего числа возгораний. Последнюю неделю в тушении пожаров было задействовано около 500 человек и 21 воздушное судно. На помощь югорским службам прибыли коллеги из Тюменской и Свердловской областей. Увлекательно! Песни, сказки, игры! Детское радио! Для детей и взрослых! Медицинская клиника докторов предлагает современное лечение ожирения с помощью бариатрической хирургии. Терапевтическое обследование, опытные пластические хирурги, полная конфиденциальность. Хирургическое лечение ожирения в клинике докторов. Если диеты и марафоны так и не помогли сбросить лишнее. Привет! Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в центре Акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59 35 35. Центр медицинской эстетики Акватория. Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине «Цветы мира». Югорский тракт 7-4. Блок А. Телефон 70 70 07. Семь важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено все. Субтитры создавал DimaTorzok